Герой социалистического труда, почетный гражданин губернии на избирательный участок в Самарском районе пришел сразу после открытия. Максим Аводенко рассказал, всю жизнь ходил на выборы. Власть приближится к народу, да, как говорят. Ну и будет более проблема людей такого местного характера решаться лучше. Время какое-то сложное очень, да, которое обязывает всех нормальных людей проголосовать, а не быть в стороне. Продолжил избирательную эстафету глава администрации Самарского района Максим Харитонов пришел голосовать всем семейством с супругами Лены и дочкой Ангелины. Девочка сама голосовать еще не может, но выбор родителей поддержала. По мнению Харитоновых, каждый депутат обязан знать своих избирателей в лицо. И после реформы местного самоуправления это станет возможным. Все ожидания нам, сказал Владимир Владимирович Путин в своем послании, это то, чтобы каждый гражданин мог дотянуться до власти рукой. Именно на это сейчас реформа и нацелена. Ранее один депутат, если на примере Самарского района, отставил мнение чаяни жителей на 30 тысяч, а теперь их будет 26. Но они будут, конечно, на общественных началах, но тем не менее, один депутат будет отстаивать мнение одной тысячи, полторы тысячи. В это же время на избирательном участке уже в Ленинском районе свой голос отдал ректор Аэрокосмического университета Евгений Шахматов. У меня мама в 70-80-е годы была депутатом районного совета железнодорожного. И она же была директором школы. Вот она идет в школу из дома, там бабушки, дедушки, жильцы, подходят, Раиса Васильевна. Вот у нас тут разрыли котлован, да? И уже месяц не закапывает, посмотрите вот за домом. Она в этот же день после работы идет, как депутат уже в райсовет и говорит, что там провалятся жильцы. Через день-два идет, жильцы благодарят, спасибо, что все уже сделали. Вот сейчас именно та система, которая приблизит власть депутатов к народу. Районные советы нужны сегодня самарцам не меньше, чем это было необходимо куйбышевцам, считает ректор Аэрокосмического университета. И потому каждый самарец, на его взгляд, должен поучаствовать в реформе местного самоуправления. Сергей Кизоркин, Павел Пресняков. События.